Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Есть мужчина, очень хороший, которому тянет эмоционально, есть о чем поговорить, заботливый и добрый, всегда поможет, но внешне не нравится, а слово совсем. Физически не привлекает, что это, нам не стоит быть вместе, может это можно как-то проработать. Ну смотрите, я думаю, что в первую очередь вы здесь говорите о своей потребности. То есть в первую очередь вы говорите о потребности в тепле, о потребности в заботе, о потребности в поддержке и так далее. Мужчина вас привлекает, то есть вас к нему тянет, это значит, что вы от него чего-то хотите. Это значит, что он вам нужен. Это неплохо, но речь идет в первую очередь именно о потребностях. Не о чувствах к человеку. Понимаете, я надеюсь, вы о чем я говорю. То есть это разные вещи, когда мы говорим о именно потребностях. Про именно нуждаемость, когда мы говорим о нуждаемости. Нуждаемости и чувства не одно и то же. Поэтому давайте вот этот момент мы с вами для начала зафиксируем. Мы с вами зафиксируем, что это разные вещи. Если есть, если есть что-то, в чем вы нуждаетесь, если есть что-то, чего вы хотели бы, по той или иной причине необходимы, то лучше смотреть, наверное, все же здесь. Здесь имеет смысл, по крайней мере, обращать внимание именно на это. На мой, по крайней мере, взгляд. И если вы будете замечать, если вы будете прислушиваться, допустим, к своим желаниям, если вы будете прислушиваться к своим потребностям, опять же, то вы сможете более полно, вы сможете более тонко корректировать, свое поведение, вот, и вы не будете в любом случае, как мне кажется, говорить о том, что вас тянет к человеку. То есть, не в смысле того, что у вас не будет, например, ну, чувств кому-то. Я бы сказал, что эти чувства к кому-то у вас будут более понятны для вас. То есть, сейчас вам ваши чувства, судя по всему, не совсем ясны, вот. Потому что здесь есть, на мой взгляд, смешивание. То есть, вы смешиваете свои чувства с тем, что вам, например, хочется получить, допустим, от мужчины. Вот. Например, если вы хотите, допустим, допустим. Если вы хотите, а поддержка, то есть, если вам нужна поддержка, да, то смотреть здесь нужно на то, как эта потребность образовывается. То есть, каким образом эта потребность появляется. Если вам нужно то же самое, тепло, ласка и так далее, то это неплохо. Но нужно, чтобы вы, опять-таки, здесь смотрели на то, как получается, что вы в этом нуждаетесь. Как получается, что вы этого хотите. Вот. Понимаете, да? И, соответственно, соответственно, это удовлетворяет. Если после удовлетворения этой потребности вы все равно будете, ну, как бы, хотеть быть этим человеком, то, скорее всего, это означает, что вам внешность и физическая привлекательность не так, чтобы очень была важна. Понимаете, да? То есть, это вот такой момент, как мне кажется, на который имеет смысл вам обратить свое внимание. Это, конечно, может в той или иной степени вас диссоциировать. То есть, вот в той или иной степени это может вам как-то вот продемонстрировать то, что вы не совсем такая, какой вы себе, допустим, представляли. В смысле того, что если раньше вы могли, например, ну, подумать, да, если раньше вы думали о том, что вам внешность важна, то сейчас вы, возможно, понимаете как-то, что, ну, что этому вы придаете значение не так много и не так сильно, как, например, делали это раньше, вот, понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вы сейчас находитесь в таком состоянии, в такой, может быть, стадии, когда происходит какая-то, ну, например, переоценка, происходит переоценка ценностей ваших, вот. И, на мой взгляд, это скорее хорошо, на мой взгляд, это скорее хорошо, чем плохо, вот. На мой взгляд, это скорее, ну, показатель того, что вы меняетесь, это показатель того, что вы, ну, вот, не стоите, как бы, на одном месте, вот. Вот. И лично я вижу в этом больше позитив для вас, чем негатив. Но есть, конечно, и моменты, на мой взгляд, есть моменты, такие, я бы сказал, несколько тревожившие. Это то, что касается, например, вашего вопроса, где вы спрашиваете о том, стоит ли нам быть вместе, да? То есть, вы как бы не уверены в себе, вы как бы не уверены в том, что вы делаете, получается. Вы пытаетесь как-то вот найти подтверждение. То есть, вы пытаетесь как-то вот опереться на других людей. И здесь, на мой взгляд, проявляется то, что вы себе несколько не уверены. Вот если это так, на самом деле, если это так, то, на мой взгляд, вам имеет смысл учиться, ну, вот, прислушиваться к себе. Я бы не сказал, что это обязательно всегда что-то такое легкое. То есть, я бы не сказал, что это всегда, ну, как-то вот, знаете, понятно, это всегда как-то легко. О, нет, я так не думаю, вот, я думаю, что это всегда определенный вызов. То есть, вы как бы бросаете вызов себе здесь. И вот этот момент, конечно, крайне желательно поисследовать. То есть, чтобы, ну, учиться, не воспринимать это как вызов. А учиться, может быть, воспринимать это как что-то такое вот. Ну, знаете, больше, я бы сказал, больше, как, возможность для себя узнать себя с другой стороны. Вот. Я думаю, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Вот с чего, собственно, и начнется ваша работа над собой. Продолжение следует...